Не, ну вообще, конечно, было понятно, что будет сложная игра Николаев после двух поражений. Мы после трех поражений. Я знал, что Николаев будет очень здорово настроен на нас. И зрители всегда требуют здесь побед. Полный зал всегда на каждой игре. Все любят победы. После двух домашних поражений, конечно, Николаю хотелось выиграть. Но, наверное, нам хотелось этого больше после трех поражений. И предыдущие игры, в принципе, я не видел каких-то таких глобальных проблем у нас в команде. То есть мы играли хорошо, и не хватало каких-то мелочей, концентрации в концовках игры. Сегодня эта концентрация была, и сразу совершенно другая картина, другая игра. Сразу результат не остается в этом лежать. Денис, а какие глобальные проблемы вы устроили в четвертой четверти Николаевсам, что так резко сразу стал, ну, проявилась разница в классе или команд, или настрое? Мы устроили проблемы Николаева не в четвертой четверти, а еще и в третьей. И 14 очков они забили после 30 очков во второй четвертой. То есть мы стали лучше защищаться, мы стали более агрессивны в защите. Мы остановили мяч и не дали проникнуть мячу в трехсекундную зону. И здесь сложились все николаевские проблемы. А вот в частности по игре вашего лидера команды, как удалось ему прибавить во второй половине, что в первой половине он вроде как смотрелся довольно не в своей тарелке? Я не могу сказать, что кто-то смотрелся не в своей тарелке, лидер это или нет. Я не могу ни одного игрока обвинить, что он не смотрелся не в своей тарелке. То есть на это есть и команда, на это у нас есть 12 человек, которые могут подменить. Кто-то в этой игре сыграл больше, кто-то сыграл в следующей игре больше. То есть у нас есть игроки, которые могут заменить любого. Тем не менее, Бурт буквально порвал защиту хозяев площадки во второй половине. Может в этом и был наш сюрприз. В первой половине он играл не агрессивно, он играл с командой, хорошо очень двигался мяч. Во второй половине он взял игру на себя, тем более, что процент у него был отличный. И сразу игра наша как бы облегчилась, и нам стало легче играть нападение. То есть уже у нас мяч проникал в зону с помощью Бурта. Он туда шел с видением, разбрасывал передачи. Если шла страховка, если не шла, он сам забил. То есть все, концовки упрощаются намного. Вернис, вот такой вопрос. Вот то, что четвертый четвертый, вы начали прочить практически украинским составом, хотя бы выиграли всего лишь два очка. Это была уверенность в том, что потом выйдет Бурт, Томас и все, и доделает то дело, которое вы начали в третьей четверти. Поверьте мне, если бы даже я заканчивал эту пятерку, у меня все равно была бы уверенность в победе. То есть, да, я давал отдохнуть лидерам, но все равно пятерка, которая была на площадке, они здорово защищались, они удержали счет, они не дали Николаеву забить. Были какие-то, можно сказать, глупые потери. Да, мы там не так ярко нападаем, но в защите мы очков не пропускали, и в этом заслуга вот этой украинской пятерки. Хаос до сих пор немножко как-то не показывает еще свою игру, допустим, да, в прошлом году, в прошлом году, в прошлом году, в чем связана такая тяжелая климатизация? Ну, Хаос после тяжелой травмы, и он пропустил почти все предсезонные сборы, он там сыграл за нас три игры, и после этого он практически не тренировался, довольно долго он восстанавливается, и его кондиции, конечно, оставляют желать лучшего, я думаю, что он их наберет и покажет еще себя. Но его бойцовский дух, его характер, его отношение к команде, его разговоры с командой нам помогают очень здорово все равно. Даже с тем, даже с тем, даже с тем... Вы еще не закрыты полностью ходы на легионеров? Следует ли ожидать еще каких-то наведочков? Вы знаете, это очень тонкая вещь привозить легионеров. Я бы не рискнул привозить легионеров в такой ситуации. Команда, в команде хороший дух, в команде хорошее отношение, ребята почувствовали друг друг друга. И кого-то привозить, это очень тонко, очень сложно. Можно привезти какого-то негодяя и проиграть весь сезон. Да, можно привезти кого-то хорошего игрока, который будет брать для себя игру, чем-то помогать. Но опять же скажу, это риск, и не каждый тренер на это пойдет. Я бы не пошел. Тут получается, что ваш игрок сидит, мы даже его просто не знаем. Николай, вот сегодня тоже вы сыграли очень хорошо и тоже внесли свою вкладу серьезную победу вашей команды. Следовательно, вот когда вы лично своими ребятами шли на эту игру? Ну, могу сегодня отметить только то, что сегодня действительно была для нас четвертая тяжелая игра. И приятно то, что сегодня действительно выполнили полностью все установки тренера по поводу защиты. Сегодня сыграли от защиты и получилось, как бы отбились, и нападение уже само пришло. Поэтому сегодня приятно, что мы становимся все на уровень выше из-за того, что выполняем полностью установки нашего тренера. Еще такой вопрос. Вас нередко донимают травмы. Вот в этих играх, как вы считаете, еще есть возможность у ребят, в частности у наших украинских, прибавить? Конечно. Наша команда полностью выходит на игру в хорошем настроении, в физическом состоянии. То есть все готовы к игре, все готовы к борьбе на площадке. То есть все нормально. Николай, появление фруктов сборной Украины, что вы скажете? Можно сказать приятно ли играть с таким игроком, который в принципе может иногда решить единолично серьезные проблемы команды. Не хватит мгновения игры, скажем так. Скажу так, что приятно играть, когда есть взаимопонимание игроков всех. И самоотдача тоже, это немаловажно. Когда все отдаются игре, никто не сочкует, никто не делает глупых вещей, ошибок. То, конечно, приятно играть и от этого получаешь большое удовольствие. Не знаю, какие задачи стоят перед командой. Хотя бы на первом этапе, то есть до серии плей-офф. В прошлом году вы заняли, по-моему, седьмой, да? Седьмой, да. Седьмой, да. Ну, получается, наверное, в этом году более высокие задачи должны стоять? Нет, мы ставим всегда самые высокие задачи перед клубом. Перед своей командой. Для нас попасть в плей-офф просто неинтересно. Конечно, мы хотим занять какое-то хорошее место. Конечно, мы хотим выиграть медали. И всегда настраиваем игроков на высокие цели, на высокие задачи. Даже если мы этого не выполняем, все равно мы стремимся к этому. И настраиваем, настраиваем в голове, чтобы игроки были готовы к большим достижениям. Вы сорвали четыре игры, некоторые команды сорвали по пять игр. Скажите, пожалуйста, каков на вас уровень нынешней суперлиги по сравнению с прошлым сезоном? Вы знаете, уровень лиги я не хочу оценивать по одной лиге Украины. По сбору, по национальной сборной. Как можно больше, если поднимется наша сборная, тем можно считать выше уровень нашего чемпионата. Люди? Подписывайтесь на мой канал. Это примерно на дефенсивный идет. Мы делаем на 90 сетях каждый раз. И мы делаем на desses игроков, но мы не можем приемить на 90 сетях каждые разы. Мы должны чтобы TheU decimal не планировали к имени со составляем 75 сетей. Это просто сложно удачить конь и 90 сетей. Поэтому нужно придумать как-то, как-то, чтобы остановить команду, отчасти на 90-поинт. И это будет отличный команду. Что нужно, чтобы команда, то есть, набор исполнителей стал командой, чтобы не были индивидуальные игроки, чтобы выставили именно команды, со всеми потекающими последствиями. Как вы говорите, что люди и фанаты могут видеть их команды? Все, кто играет как себя, как индивидуальный игрок. Как вы говорите, когда мы увидим их команды играть? Я согласен. Я думаю, что это проблема для нас сейчас. Я думаю, что мы пытаемся выбрать друг друга. Мы пытаемся выбрать команду. Мы не имеем в виду, но мы не имеем в виду, но мы не имеем в виду. Все, что они пытаются в себе, чтобы их не отбирали. Но это игра для команды. Я надеюсь, что в следующий раз, в следующей практике мы сможем лучше. Джером говорит, что именно в этом заключается наша проблема. Игроки часто заигрываются индивидуально и пытаются решить некоторые моменты. Но, опять же, команда пропускает 90 очков, это главная проблема. Команда пытается на тренировках найти свой стиль, рисунок игры. Пока что не получается, но в ближайшее время все же будут стараться для того, чтобы это исправить. И я должен сказать, что сегодня я предложил, чтобы сделать что-то в игре. Поэтому я беру кредит на то, что случилось в поп-корте. Джером говорит, что сегодня он берет на себя вину. Не то, что Вальдин Берестин не виноват в этом. Это именно в четверке, когда он берет вину на себя. Потому что команда проиграла. Но он тут, наверное, не причуд. Потому что вы лучшие. Вы лучшие. Вы лучшие. Вы лучшие. Вы лучшие. Вы лучшие в баскетболе. Вы лучшие в баскетболе. К сожалению. Каждый хочет, естественно, показать себя. Но нету в игровых связях. Нет подбора прочитывания. Свои и чужие. Когда я работаю? Окей, Джером, спасибо большое. Спасибо. Удачи. Удачи. Пока что мы видим, команда разрозненная. Я ее сделаю. И не хватает игроков. Если вдруг удалят кого-то за пять фолов, нефим заменить. Скляр, понятно, это неинтересно. Вот видите, даже журналист, который первый раз в этом сезоне пришел на баскетбол. Второй раз. Второй раз. Итог скрыл очень быстро проблемы нашей команды. Спасибо, Сережа. Конечно, я очень расстроен и подавлен. И хотелось бы даже при плохой игре выиграть какую-то одну игру. Но первое, что нам не хватает, это украинцы. Вы правильно сказали. В этом заключается моя ошибка предсезона. Я считал, что Яйло, Корочкин и Гилевич в ротации сумеют закрыть позицию украинцев. Но я ошибся. Да. Сегодня украинские игроки проиграли 22-12. Гаверли проиграли еще больше. 25-7. И так в каждой игре. В каждой игре. Украинцы проигрывают все игры свои. Что можно делать? Сегодня 10 очков это его пределы. Спасибо Лене, что он еще играет так, как играл сегодня. Кора не сыграла. Гилевич не играет. Гилевич и не сыграет. Я не жду от него, что он еще в этом сезоне сыграет. Более того, я уже ему ищу замены. И мы ищем еще не только замену, мы ищем добавление. Потому что просто не хватает обычную ротацию. Пока люди были свежие, мы лидировали сегодня. Да. И потом просто люди устали. Да. Все за исключением одного человека, который себя берет я не знаю куда. Это Рудни Грин. Он воспитывает меня, он воспитывает команду. Потому что, когда ему говоришь, сыграй на команду, вот я сыграл на команду. Да. Вот. Но если он будет продолжать воспитывать, то естественно мы его пошлем назад в Соединенные Штаты, а дальше будем разбираться с его контрактом и все остальное. Потому что такое отношение меня не устраивает. Я ценю Коумана не за то, что он забил сегодня эти 24 очка. А за то, что он ответственный человек и переживающий. Да. Хантер почти плакал, просто его. Потому что он очень расстроился. И только один человек радовался. И тогда я ему рассказывал, что я вышел. Рудни Грин выходит веселый и счастливый. Или мы его поставим в общий строй, или мы его отправим назад. Уже уехал великий Олманд из Черкасса. Игрок НБА. С этим мы тем более разберемся. Но есть проблемы. Конечно, не на это я рассчитывал за этих трех домашних игр. И сегодня Гаверла Запорожье просто вынесла Донецк дома. Я с большой долей, даже не знаю, как сказать, страха. Я еду туда в таком виде команды. И наоборот, показывающий хороший результат. Особенно дома в Запорожье. Значит, будем использовать игру для того, чтобы причесывать команду. Гилевич, серьезно что-то заболел или просто... Его накрыли в той игре. И вот с этого момента он уже не тренируется. У него спина болит. У него что-то болит. Как это можно пощупать? Украинцы же все разобраны. Будем брать плохих, но бьющихся. Уже ж есть плохие. Не будем обижать никого. Скляр же не тянет. Скляр не тянет силу своего возраста. Силу тоже отсутствия опыта не тянет. Вот мы коснулись этих двух людей. Мы отправили Майорова. Кто только у меня не бросил камень. Тут никого нет. Но если человек не хочет работать. Если человека привезли сюда, дали ему шанс. Подписали его. А он ни разу не зашел за два месяца в тренажерный зал. Если он ни разу не остановился на шутинг практике. Когда идут двухсторонние игры, они сидят. Они в конце тренировки выходят свежие и отдохнувшие. И когда им говорят идите в зал, они говорят нам домой надо. Я не могу от Скляра добиться простых вещей. Я ему говорю, подожди, завтра я тебя очищу. Твоя семья останется без средств к жизни. Иди и работай. Он поворачивается и уходит. Понимаете? Не случайно эти люди остались свободными на рынке летом. Не случайно. Ануфриев не остался на рынке летом свободным. Даже Сельховский не остался. Даже Сельховский не остался. Правильно ты говоришь. Поэтому нам нужно было хоть что-то брать. Спасибо этим людям, что сидят сегодня в вип-ложи. Что они подставили плечо и спасли команду. Летом могли быть без команды. Потом, правда, хорошая подписная компания, как мне казалось, вселила надежду, что мы можем достаточно высоко подняться. Но, говорю, что перенадеялся на украинцев. И, может быть, это не только их вина. Они такие, они стараются. Но это их предель. Но сегодня понятно, что... Поэтому, если через неделю вы узнаете, что еще поехали молодые из Николаева, не удивляйтесь. Не удивляйтесь. Вот понятно было, что Бут сыграл свою игру максимально собранную. Даже в третьей, четвертой, четверти. В первой, второй четверти его серьезно крыли. С ним персонально работали за счет фоллов, за счет всего. И не давали играть. Неужели нельзя было как-то вам... Ну, он уже Скляров, игрок, который тоже... Ну, я понимаю, что он уже не такой быстрый. Да. Как-то надо было Бутов. Он же один... Какие там глянения взял, практически сломал нашу игру. Да, Серега, ты правильно все говоришь и правильно оцениваешь. Абсолютно я с тобой согласен. Я это точно так же видел. Было бы еще один-два человека. Был бы еще Бутский, хотя бы Украинский. Да? Еще хотя бы Бутский. Кого можно было разменять с Воном? Пока Вон был свежий. Пока был свежий Кора, они справлялись. Как только эти люди подсели, все. Борт нас разорвал. Вот нам не хватило то... Зачем Мажутиса не взяли? Потому что Мажутису еще более необходим был Бутский или кто-то, кто может выйти после него поработать. Сохранили Бутского летом, был бы здесь Мажутис гарантирован. Потому что это еще третья проблема. Скали не хватает украинцев. Не так ожидаемо играет Грин. Командно. Еще есть проблема, что это полностью новая команда. Мы строим команду. На сегодняшний момент мы только начали строить. Сколько вы там... Не улыбайтесь на эту тему. Из позапрошлого сезона. Из позапрошлого. В прошлое. Сколько игроков пришло? Кто угадает с первого раза? Семь. Мало? В восемь тоже мало. Правильный ответ – девять. Я не говорю, что играющих, да? Но Наренко, который в 12 тренировался, и которому не нужно было на лицевой линии объяснять, какой мы сейчас экссессайз сделаем. Вместе с Наренко. Наренко был девятый. Кого мы не посчитали, с того мы не посчитали Вайкульс. Вайкульс же перешел из сезона в сезон. Но потом уехал. Но в первый сезон команда просто дорабатывала те моменты, которые не получились в предыдущем сезоне. Девять человек. То есть команда, которая в прошлом году заняла пятое место, была построена позапрошлым годом. А может быть еще немножко раньше. Вот поэтому... А в этом году у нас осталось фактически два. Если кору можно считать, можно не считать, какие принципы подсчета, да? Если Корочкин считает, что он в прошлый сезон практически не играл, то считает с нуля, что он эту тактику не знает. Остался Гилевич, который абсолютно не был востребован на рынке. И остался Леонид Илок. Это уровень силы возраста. Все. Даже Сельковский был востребован на этом рынке. Поэтому мы не снимаем с себя задачи попасть в восьмерку и будем биться до последнего. Я это вам обещаю и гарантирую. И кто из команды не будет этим заниматься, значит не будет в команде. Но параллельно, я хочу, чтобы мы кого-то все-таки начали строить для команды с следующего года и следующего. Поэтому играется только Вова. Валентин Борисович. Я задаваю вопрос Журавлёву. Вот здесь набор у меня Суперлиги сегодняшний. Потому что вы так классно начали. Две игры в игре. Еще у Донецка это была сенсация тур. Наверняка. Но сейчас что-то непонятное. И получается, что не было три игры. Будем говорить без обиды. Вынес нас на нашей площадке. Да. Публично. И теперь непонятно, что уровень Суперлиги. Что вообще происходит? Какие команды? Для меня все очевидно. Для меня все очевидно. Уровень Суперлиги выше, чем в прошлом году. Да. Одна из причин, почему Дэн не показывает результаты. Да. Он играет на уровне позапрошлого года. Но в прошлом году был прогресс. И в этом году еще больше прогресс в Суперлиге. Вот. Суперлига выросла. Да. С Донецком. Донецк сегодня вынесли 22 очка. По ходу было 30. Разве можно было в прошлом году представить Донецк проиграющим больше 10 очков? 30 по ходу было. Донецк во второй пятиминутке вымучил игру в Днепрозуте. То есть, сегодня становится ясно, что победа над Донецком на выезде, она в плане эмоциональном практически обесценена. Потому что Донецк так же плохо выиграет в начале сезона, как и мы. Поэтому там выиграла Гаверло, поэтому там выиграли мы, поэтому Запорожье выиграла без проблем. А Днепрозут отдал свою игру практически. Вот, поэтому все закономерно. И первую игру мы выиграли, если вы помните, тот момент, когда я посадил Рудни Грина, команда в счет был ровный. Валентин Борисович, но за счет чего все-таки вы думаете усилить игру команды? За счет перераспитания игроков или за счет поиска новых? И того, и другого. Я же уже как бы начал отвечать и даже ответил. Поиска новых украинцев или иностранцев? Это разные вопросы. Ну, кадровые вопросы. Разные вопросы. Потому что украинцев я никого сегодня там, скажем, корочка и ело менять не хочу. Мне нужно еще хотя бы два украинца, лучше три. В прошлом году Сельковский был десятым. Буцкий, Ануфриев, Ейло, Гилевич, Корочкин и Сельковский. А сегодня? Троих нету. И из этих троих, из шести, спросите, и лучше уехали или остались. Да, Гилевич так себя ведет, что я не хочу с ним работать. Просто не хочу сработать с этим человеком. А что ему надо, собственно? Что ему надо? Находится в команде. Получает отплаты. Временами играет неплохо. Получает деньги, в конце концов. Образ, наверное, с голодом. Я приведу его в следующий раз на пресс-конференцию и спросишь ему, что ему надо. Я его выгнал в перерыве игры Николаев-Одесса на турнире в Одессе. Я его выгонял со скамейки в Донецке. Спросите его, почему я его выгонял, за что я его выгонял. Поэтому ищем украинцев. Но украинцев на рынке, таких способных просто себя, наверное, усилить нет. Или мало. Или они хотят непомерные деньги. Но я же говорю, что я же хочу кого-то взять так, чтобы и на завтра было. Чтобы я человека не просто полгода учил, а потом вышел. Ну, учил не в смысле баскетбол, а пониманию, видению своему. Что касается иностранцев. У меня, по большому счету, к трем иностранцам претензий нет. Коман, Хантер и Маклинтон. Есть претензии к Донтеону. Сегодня меньше, потому что провелась работа. И огромные претензии к Гринну. Огромные претензии. И не только последние. Ну, он, наверное, тяжелее к первому номеру. Через него, наверное, тяжелее к первому номеру. Тяжелее. Тяжелее. Но если бы он сыграл такую игру, как сегодня, со Львовом и с Геверлой, поверьте, только этого бы достаточно было, чтобы победить. Только этого было бы достаточно. Потому что нас разрывали задние руки в тех играх. Ну, а насчет шансов Куснирова, Шунделя. Они реально не готовы сегодня к этому уровню. Реально не готовы. Хорошо. Если вы хотите, чтобы мы попали в восьмерку, то не с этими. Но учитывая то, что наши ребята молодые, они, к сожалению, не подходят на 100% нашей команде. Но вопрос немножко не суперлиговский. А зачем это заработает такая сумасшедшая школа, которая занимает первые места на Украине в бою в бою? Последним возрастом первые, третьи места. Первые места в этом слышу. Чья это школа первые, третьи места? Ну, призовое место. Последнее призовое место. 88-й год рождения. А сейчас играет 95-й. То есть, 7 лет назад в последнем. Не все так. Но это вопрос не ко мне, это вопрос к директору школы. Но там тоже не все просто, что он так просто ответит. Но я вам хочу сказать, что дубль, дубль, это то, что между школой и командой. На сегодняшний день играют очень хорошо. Я доволен, как они играют. Они сегодня проиграли. Первую половину выиграли у Днепра, а потом проиграли очков 20. Или по 20 по ходу проигрывали. Но они сегодня находятся на втором, четвертом месте. Им поставлена задача по четверку. И я думаю, что они с этой задачей справятся. То есть, более отдаленная смена там есть. Но никто из них не готов сегодня в Суперлиге сражаться с Буртом, Хаусом, Томасом. Спасибо.